добрый вечер друзья давайте подводить итоги недели но я думаю выпуск построим таким образом в первой части общий обзор рынок акции рынок облигации валюта отдельные какие-то инструменты наверное российский рубль посмотрим на индекс доллара а во второй части конкретные акции которых спрашивают подписчики есть вопросы по продовольственному сектору и по той же тесле давайте посмотрим просто на какие-то общие по таскать основные параметры которые будут влиять и вернее определять с моей точки зрения торговлю общая ситуация на рынке но вы знаете что неделя сопровождалась выходом большого блока макроэгономической статистики в основном это данные по инфляции оптовой инфляции потребительской инфляции в центре внимания были немецкие цифры американские показатели американский уровень инфляции максимальный с 74 года 6 процентов две десятых корс составляющие 46 это очень много для сша такой некий шок был пауза вот и мне молчание и называю молчание ягнят инвесторов в соединенных штатах они не понимают что делать с этим не понимают и в центральном банке комментарии были нервные со стороны и американского центрального банка и из белого дома даже байден высказался о том что инфляция уже его тревожит и темпы роста значительные но надеются они как во всех центральных банках западных говорят на то что инфляция снизится в конце там следующего года то есть в первом квартале во втором квартале следующего года начнется снижение но если этого не произойдет действовать нужно решительно они рассчитывают на то что где-то про начнется торможение и определенные дикаторы есть что есть определенное торможение есть определенное замедление болтик драй индекс начал снижаться там контейнеры а стоимость контейнеров упала есть снижение на определенных рынках комодитис но с другой стороны продолжают расти цены на сервис тут же убер поднимают ценники для потребителей великобритании на 10 процентов цен на кофе улетают на пшеницу улетает но в общем где-то снижается но в целом общий сектор общий сегмент комодитис и софт и традиционных комодитис он продолжает расти ситуация на рынке ну вы понимаете что тут комбинация была такая достаточно сложная хуже у глобального рынка выглядел российский рынок акции мы упали на три с половиной процента но якобы подключилась геополитическое влияние на негативное на наша акция скорее всего так оно и есть потому что уже выходные министр обороны великобритании говорил о том что есть угроза реальная угроза столкновения с российской федерации если дипломатическими методами как он выразился проблему не знаю какую решить не удастся то они готовятся к столкновению с российской федерации это достаточно жесткие заявления со стороны великобритании мы упали на три процента с половиной за пять дней ну то есть за неделю на три с процента падал американский рынок акций на три десятых все-таки снизился индекс s&p 500 и доу джонс на шесть десятых но подсеклические компании выглядели хуже лучше рынка но бразильцы восстановились на проценты четыре десятых и лучший рынок был в гонконге проценты восемь десятых там все-таки и было некоторое оживление у девелоперов образовательные компании ввиду новых решений китайское китайского руководства начали оживать и рынок постепенно подрастал в гонконге общая обстановка тревожная инфляция растет но на рынке облигации в том же в тех же соединенных штатах отыгрывали это следующим образом сразу при предлагаю перейти к рынку облигаций америка так это наша облигация вот американские облигации и здесь вы видите что за неделю доходность поднялась вот как раз ближний конец быстрее рос чем дальний вот эта комбинация продолжает развиваться ближние ставки растут это ощущение того что американский центральный банк в какой-то момент сломается начнет резко двигать ставку для рынка акции это однозначно негативно но пока инвесторы они инерционные рынки вообще инерционные об этом еще сорос писал 80-е годы и вот эта инерция продолжает продолжают деньги заходить продолжают люди покупать по инерции по вот привычки которая сформировалась последнее время просто деваться некуда деньги они вывели из срочных депозитов и нужно куда-то их инвестировать но это уже судя по всему последний так сказать шелок последний резерв деньги эти истекают тем более американский цб начинает но вот где-то 17 ноября начнется сокращение покупок канзначейских облигаций ипотечных облигаций и таким образом начнется сокращение программы количественного смягчения так кривая шла вверх ближний конец быстрее дальний дальний ниже но пока на рынок акции особо это негативно влияло но сильного падения пока пока мы не видим в индексе smp 500 отдельные бумаги так это мы смотрим да по отдельным компаниями предлагаю сразу по секторам посмотреть по группам обстановка выглядела следующим образом лучше рынка была группа медь по один из процентов и три десятых но эта компания фрепорт вот выкладки и анализ фрепорт от дочь и банка буквально вчера я выкладывал так золотые компании 4 процента одни из лидеров роста строительная компания хуже рынка автомобильный сегмент но здесь тесла тесла была худшая компания на неделе в смп 500 можно сразу кстати посмотреть по отдельным акциям тесла в лидерах снижения и по за неделю акции теслы при больших объемах маск продает помоги то около семи миллионов акций уже продал 15 на 7 миллиардов долларов извините 15 четыре десятых процента тесла потеряла за неделю ну началось движение скорее всего продажи маска продолжится к нему подключаться и другие инвесторы фундаментальная думаю мы сегодня еще посмотрим на теслу но там фундаментально очень сложно что-то оценивать компания явно переоценена и все мультипликаторы но вне всяких всякой критики вне всякой конкуренции посмотрим чуть попозже на теслу хуже рынка royal caribbean круизные лайнеры минус 12 процентов вот кстати норвегиан круизные лайнеры минус 11 процентов карнивал вот этот сегмент хуже рынка но я думаю что это связано с новой волной коронавируса увидите что максимальное количество заражения и в нидерландах там вообще локдаун объявили в германии больше 50 тысяч в греции растет в австрии растет новая волна накрывает европу несмотря на вакцинирование и очень серьезные протесты вот уже в субботу были и в австралии и в италии во франции протесты против ограничений против в к видных паспортов которые пытаются ввести правительство нарастает возмущение люди понимают что здесь что-то не бьется их колят а ситуация не улучшается это большая проблема я думаю в какой-то момент наша власть тоже российские власти объявляют вот всеобщую кюреризацию как я это называю но это приведет лишь к ухудшению общей макроэкономической экономической ситуации к снижению доходов населения очевидно к падению уровня жизни и к росту недовольства я не знаю зачем это нужно ну кому-то видимо это необходимо теперь российский фондовый рынок а так как мы были хуже остальных на неделе раздавали но практически все наиболее ликвидные бумаги втб падал на 4 процента ткс на 9 газпром на четыре с половиной процента ну цена газ начали снижаться в европе лукойл на 3,7 процента лучше рынка сургут нефтегаз но это тайная история покрытая мраком понятно что компания недооценена но какого то сказать и и покупать если там нету никаких перспектив с точки зрения слияния поглощений кэша много валютного да это это плюс для них но это к только с точки зрения того какие дивиденды они объявят заплатить концу года как они пересчитают по какому курсу свою вот эту валютную подушку так что сургут 35 процентов сделал объяснение никаких нету но вот я на канале размещал рекомендации джи пи морган чейс они говорили что сургут нет самый недооцененный на между маркетс и поэтому вот можно его купить в принципе видите как попало но здесь какие-то другие видимо интересы появились не знаю скоро видимо ну как-то эта ситуация должна проясниться хотя в акциях сургут нефтегаза это периодически случается идет какое-то вот перераспределение русал на 10 процентов вырос но и серебро золото более металлополе золото 10 процентов и петропавловых 8 процентов лучше рынка российские облигации но вот понимаете у нас немножко другая модель нас доходности снизились появился спрос в начале недели там инфляцию ниже нарисовали ростат нарисовал чуть пониже то есть девять сотых процента темп роста за девять тысячных даже процента то есть 1 1 сотая процента рост инфляции и не все-таки девять сотых процента и вот итоге у нас доходности снизились но конфигурация кривой осталось такой же плохой но даже еще хуже потому что дальний конец ведь снижение существенная в ближний конец по некоторым а вот бумагам даже практически не изменилась доходность вот по коротким бумагам годовым она 820 четырехлетние бумаги находится но такая кривая конечно извилистая но инверс инвертированная где-то 25 базисных пунктов между двушкой десяткой есть такая разница теперь валютный глобальный рынок но тут много было движение вверх рубль утоптали на 73 в пятницу в моменте были котировки 73 основные валюты индекс доллара рос евро один 1445 закрылся из валют на стран с развивающейся экономикой но здесь турецкая лира конечно отличалась худшую сторону турецкая лира на десяти ровно десять практически закрылись видите за неделю на три процента лира снизилась рубль упал на два процента на три процента кстати это венгерский форинт но упал и здесь принципе все валюты ведь снижали здесь что-то особенного в рубле не происходило но в турции своей истории это история давление эрдогана на центральный банк и его фронта перед западом вот это выливается в на фоне дефицита платежного баланса выливается в давление на национальную валюту и цб снижает ставки естественно все это негативно для для лиры при росте инфляции а ну у нас вот история и внутренняя это вот инвертированная кривая доходности это ожидание спада и обострение геополитических факторов вот все негативно на рубль влияло ну давайте как раз график посмотрим российской валюты видите вот очередной карамазов нарисовался здесь голова с плечами любит у нас ну то есть двойные головы отрабатывают а тут голова с плечами такой брат нетрадиционной ориентации будет так нарисовался ну и дальше цель 73 50 а здесь но где надо по длинную посмотреть я думаю что давайте мы чему к через минуту продолжим рубль и потом перейдем к отдельным бумагам